Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Начало первого на часах, это второй час мужского понедельника на 101.0 в студии по-прежнему Николай Голиков и Владимир Смектанин. Да, еще раз добрый день. Мы под таким впечатлением, наверное, находимся от первого часа, потому что так долго и так много говорили о добре, о том, как... О том, как важно и нужно это делать в наше непростое время. Второй час был анонсирован. Час назад мы будем говорить об очередной кампании, так скажем, зачисления ребят в детские сады города Кирова, или, вернее, получения путевок, выдачи путевок у нас в студии Алена Чеснокова, представитель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, эксперт Общероссийского народного фронта. Алена, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Те, кто интересуется деятельностью ОНФ, я думаю, видели на прошлой неделе один из материалов, размещенный на сайте нашего отделения ОНФ. Активисты ОНФ выявили системные недоработки в организации выдачи путевок в детские сады. Напомню, что с 20 марта у нас выдаются эти самые путевки, будут продолжаться процедуры до 13 апреля. Я помню, что в прошлом году где-то иные были сроки, потому что я тоже имею прямое отношение, в прошлом году ходил, получал эту самую путевку. Алена, что происходит в этом году? Несмотря на то, что там какие-то попытки администрации предпринимаются, все далеко от идеала? Ну, я так думаю, что те попытки, которые предприняты нашей администрацией, это из серии, ну, мы что-то сделали и поставили галочку. То есть, прежде всего, хочу начать с того, что руководство Кировской области каждый год отчитывается нашему вышестоящему руководству, что проблем у нас с садиками нет, все дети до трех лет местами обеспечены. Не до трех, все. От трех. Ну, до трех. Как раз в три года, что уже все они обеспечены. Но те люди, которые непосредственно с этим сталкиваются, связаны, они прекрасно знают ситуацию, которая в действительности происходит. То есть это не так? Конечно, не так. Ну, даже если вот исходить из моей ситуации, я получила в этом году путевку, у меня ребенок пойдет в садик в 3,8, при том, что у меня многодетная семья, то есть есть льгота. И, по моему мнению, в этом году с путевками еще проблематичнее даже, чем в прошлом. Потому что если в прошлом году дети не льготники с сентября, октября и некоторое даже ноябрь 13-го года рождения, они попали в садик. То есть они пошли в садик еще даже не достигнут трех лет, потому что дети начинают посещать садик с августа месяца. То в этом году даже льготники, которые шли в первый поток, но при этом им, не знаю, посчастливилось родиться летом, они уже получали места по остаточному принципу. То есть не там, куда они хотели. Не по месту жительства, чтобы рядом был садик. Ну, вот здесь есть место, тут есть место, хотите, идите. Или КП рядом с домом. Как вообще КП предлагать рядом с домом? Зачем вообще КП нужны? Вот мне в прошлом году предложили, пойдешь ли ты на КП. Вот я живу на Красной Горке, а мне предлагали что-то уже в районе там чистых прудов с 4 до 7 вечера. Я говорю, вы что, зачем мне КП в такое время, когда у меня уже все дети там? В таком месте. Время пробочное, время вечернее. То есть пока я еду, мне уже обратно там придется за ребенком идти. Значит, хочу заметить, что вот у нас уже года два, наверное, третий год. Заявление в детский садик можно подать не только на Воровского 74. Можно подать через... Перуправлением по Ленинскому району. Да, да, да. Можно подать через личный кабинет. Но личный кабинет... Единый образовательный портал города Кирова. Да, но личный кабинет вообще не знаю. Ну, видимо, опять надо что-то сделать. Мы сделали. А как работает, это уже 21 вопрос. То есть я подаю документы через личный кабинет. Потом я еду на Воровского 74 предоставить оригиналы документов и получить талон, что я эти документы подала с живой печатью. Для чего? Почему, если я в налоговую делаю запрос какой-то информации, мне из налоговой приходит в мой же личный кабинет информация с электронной печатью, и эта бумага считается официальной? Действительной, да. Почему я здесь должна опять доказывать, что я не осел, ждать эти очереди и ждать эту же очередь из таких же счастливчиков, как я? То есть как бы этот личный кабинет, в принципе, он хлопот не убавляет, а скорее добавляет? Да, он роли-то никакой не играет. То есть получается, что я все равно приношу эти документы, и девочки у меня смотрят, сравнивают, значит, с тем, что я подала там у себя из дома, тратится это же время. То есть даже больше еще сравнивать надо? Да, зачем вообще нужен личный кабинет, непонятно. К тому же, если, ну вот я, например, жила в одном месте, переехала в другое, мне нужно внесли какие-то изменения. Я не могу. Мне нужно ехать на Воровского 74. А у меня история была, я пароль потерял от этого личного кабинета, но, слава богу, восстановили, когда я туда приехал и когда уже получал бумаги. Ну, система действительно какая-то, вот она слишком муторная. Соглашусь. В этом году, как я понял, все-таки какие-то изменения были? Вот три потока эти появились, да? Нет, потоки были раньше. Да, потоки были раньше. Сейчас сделали пять потоков. Пять уже? Да, пять потоков, причем последний, он так интересно, по индивидуальному графику, а индивидуальный график нигде не прописан. Какой индивидуальный график, для чего он, для кого он, вообще непонятно. То есть первый поток получил путевки, ну это те дети, которые родились в 2013 году, но не получили места в детском садике, и льготники 2014 года. Но хочу заметить опять, если наше руководство отчитывается, что у нас все дети в три года ходят в садики, откуда появились дети в 13-го года, не получившие еще путевок? Да. Вот. Вот и получается, что, ну, как ни жаль, везде вранье. И дети от этого не... И вот в этом-то году получается еще хуже, потому что в первом потоке льготников дети получили путевки, которые родились летом. Вот уже, говорю, по остаточному, 2014 года. Льготники. То есть я не говорю уже вообще о нормальных детях, об обычных, у которых нет льгот. То есть, ну, тут, я так понимаю, что вообще просто большой пробел в этом. Это что получается у нас? Для этой системы выгодно рождаться в первой половине года? Ну, вот я наблюдаю, как бы, я эту тему очень много лет уже веду, поскольку у меня четверо детей. Детей много, да. Вот. И я как бы знаю, с чем сравнить. И получается, что, чтобы получить хоть какую-то путевку, даже я уже не говорю по месту жительства или там, какую вы запрашивали, какое место в детском садике, детям не льготникам нужно родиться в начале года, а детям льготникам нужно родиться в конце года. Все, кто родились в промежу... ну, вот в середине года, они просто в пролете получаются. То есть, когда вы будете рожать пятого, вам надо рожать его в конце года? Да. Вот как хотите, вот так и делайте. Да, вот у меня четвертый ребенок... Да, проблем будет меньше. Когда будет пятый, только в конце года. Да. Четвертый ребенок у меня вот родился 15 января, и получается, что есть у меня льгота, нет у меня льготы, она никак не чувствуется. Я все равно получу вот в первый поток вот в этот и... Смотри, бюрократическая машина, она все... Как влияет, да. Да, все природные процессы, она вот пытается как-то все изменить, с ног на голову поставить. Да, действительно. Много с кем удалось пообщаться из недовольных? Ну, конечно, у нас... Мамочек в первую очередь. Мамочки у нас... Ну, у меня-то, собственно, конечно, у меня многодетные, поэтому у меня немножко здесь вот в начале-то года все-таки немножко попроще. Потому что те, кто уже мог, он уже получил, а те, кто уже в пролете, тут уже ничего не сделаешь. А вот те мамочки, которые не льготницы, вот, конечно, тут возникает очень много претензий к нашему руководству и собираются уже и митинги организовывать и все остальное. Это от кого звучат такие предложения? Это в Кировчанке уже, девочки собираются. На Кировчанке, напомню, известный интернет-ресурс, вот как раз-таки для родителей, да, по всевозможным вопросам общения. И как у нас администрация, каждый раз говорят, что очереди это вообще проблема только лично наша и только родители сами ее тут раздувают, вот эту ситуацию. Они сами очередь придумали, да? Это сами, это все, да, уже ничего не... ну, как сказать... все, что уже выдано, оно уже выдано и ничего изменить нельзя, уже все путевки подписаны и все в таком духе. То есть очередь бессмысленна. Да, что зачем вы стоите, вы сами себя тут накручиваете, нервируете и так далее. Но вот я получала в этом году путевку в первом потоке. Путевку при мне подписывали. Да, у работников, которые там сидят, у них нет ни компьютеров, у них нет ничего. У них лежат листочки со списками. То есть они сидят и ставят галочки. Пришел Иванов, Петров, Сидоров. Зачем вообще это звено нужно, если уже все известно, все путевки выданы, так вы вот эти списки, что, например, в 20-й садик, там, Иванов, Петров, Сидоров, в 21-й садик идет, там, то-то, то-то, то-то. Вы сразу эти списки отправьте директору. Родители не будут стоять в этом промежуточном звене, тратить нервы свои, капать на нервы работникам, которых опять же выдернули с работы. Это, как правило, заведующие каких-то других садиков, которые, собственно, должны бы сидеть на месте и решать какие-то свои там вопросы. Они сидят галочки ставят. Да, они сидят галочки ставят, улыбаются и... И ничего сделать не могут. И ничего не могут, собственно. Потому что все уже решено. Да, уберите это промежуточное звено. Зачем эти распечатки кучи бумаги абсолютно никому не нужной? Пусть, ну, эту информацию просто возьмите, пошлите также в личный кабинет, что там пришло извещение, что вам решено выдать садик. Идите в такой-то садик в такое-то время. Все. Если все решено. Но на деле-то получается как, что люди стоят в очереди. И вот когда вот это льготное время прошло, и вот сегодня уже у нас четвертый этап получается. Люди стоят в очереди. Опять же, почему нельзя вывесить на двери список, что вот такой-то, такой-то, такой-то точно попадает. А вот такой-то он не попадает. Но если ты хочешь, ты сиди и жди. Вдруг кто-то откажется, не придет там или еще что-то. Вот в таком случае, да, можно сказать, а там стоишь в полной неизвестности. Тем более, что личный кабинет вовремя не обновляется. И те люди, которые, кому-то пришло извещение, что ты получишь, а кому-то не пришло. Но на самом деле там путевка, скажем, выдана. А этот человек, он просто этого не знает. И он стоит и вот, получу-не получу, получу-не получу. И вот всех накручивает, и вот там вот начинается, вот зачем эти лишние разговоры, и все вот эти лишние действия. Зачем эти лишние ступени? Ступени, да, вот эти. Так, пауза у нас сейчас будет небольшая, да, очень скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Устройство детей в детские сады. Снова проблема на поверхности. Алена Чеснокова у нас в гостях. Председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей нашего региона. Эксперт Общероссийского народного фронта, 211-101, номер нашего телефона. Если вы тоже оказались в подобной ситуации, то можете... Ну, Владимир, надо помнить, еще на сайте есть опрос, да, вот мы такой очень простой опрос задали. Записать ребенка в детский сад в городе Кирове без нервов и очередей. И три варианта ответа. Возможно. Второй вариант ответа. Невозможно. Ну и третий, понятно, не знаю, не записывал. Володь, как у нас там? 80% на сайте kirov.ru проголосовали за вариант невозможно. 0% возможно. Ну и, соответственно, оставшиеся... То есть, возможно, 0%? Да, возможно, 0%. Категорический ответ. 20%? А администрация скажет, нет, это неправда, это все подняло. Конечно, не знаю, не знаю, не записывал. Ответили 20% и на нашей странице ВКонтакте тоже лидирует вариант ответа невозможно. Почти что 50%. Пополам, да? А там есть кто, возможно, сказал? Возможно, 8-9%. 9%? 9%? Просто на странице ВКонтакте там никак. Ну, без нервов? Подогнать голосующих нельзя. Он, наверное, просто живет в соседнем доме и приходит туда в 4 утра до всех. У льготников-то, наверное, все-таки без нервов и очередей особенно нет? Ну, те, кто... Вот как у меня, например, в начале года, у меня без нервов и очередей в этом году. В том году я ходила, я была 368-я. Ну, я хочу сказать все-таки вот то новшество, которое... А, касается которого уже перевода в другой детский садик, да, поближе, там, например, к дому, то там внедрено новшество, когда путевку выдает уже зав того детского садика, куда ребенок ходит. В курсе, да, вы это? Я... Вот они ввели это новшество, когда не надо ходить в управу. Ну, по сути, это не новшество. Это года два назад вообще всем занимались заведующие. И это потом только ушло именно вот Новоросского, где вот они начали списки составлять. До этого этим занимались заведующие и выдачей мест, и переводом в другие детские сады. То есть, ну, все новое, это хорошо забытое, старое, так понимаю. Ну, это вот как бы новшество, там, скажем, в кавычках, оно какой-то эффект имело вообще? Или оно ничего не решило? Ну, какое? Раньше... Вроде бы поудобнее, не надо никуда бегать. Пришелся в детский сад, поднялся к заведующей, ну, я имею в виду... Это в теории говоришь. Давай на практике спросим, так ли это? Это в теории, да. Просто на практике будет, опять же, ну, личное отношение родителя с заведующей. Пойдет заведующая на это, а так она может сказать, а мне места нет. А придет там, понравился там мама или папа, или там кто-то скажет, о, я тебя возьму. То есть, ну, в этом плане, почему от этого ведь и ушли? Что все решалось только через заведующих. Все понятно решалось, заведующие же видят, что перспективные родители будут помогать детскому садику. Да, будут окна менять, а этот не будет. Видно, что на хорошей машине приехали, значит, не будет споров. Да, то есть, почему же не взять такого ребеночка-то? Вот, наоборот, соответственно. Да, да, да. И вот как работает наш департамент, если родитель, когда пишет заявление, он указывает необходимый садик, но на эту информацию никто не смотрит и все равно выдают там, где, ну, вот пальцем ткнул, хочу тебя сюда послать. Все послал. Хочешь, иди, не хочешь, не иди. А при этом родители находят друг друга и меняются сами. И в итоге они все-таки попадают в этот садик, но почему-то мимо этой системы, да, получается? Да, да, да. То есть, получается, что родители могут эту машину как-то изменить, а Министерство образования разводит руками, говорит, это вообще нереально и невозможно. Тема-то, конечно, наколена на Дональде, просто уже наколена. И вот эти последние сообщения о том, что родителям приходят смс-ки, да, на прошлой неделе была эта информация о том, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок попал, вам нужно заплатить 14 тысяч рублей. То есть мошенничество откровенно. Мошенничество. Правоохранители начали проверку. Мошенники, они всегда появляются на горячих темах, сам же знаешь. Да, но это говорит о том, что действительно, с этим нужно что-то делать, иначе дальше только хуже будет. Дальше хуже. Это с чем связано, по большому счету, количество большой детей? Да, это большая рождаемость была, и вот все вот эти дети, которые сейчас не могут попасть в садик, у которых там проблемы, ведь это все коснется потом и в школе. Ведь в школе это будет то же самое. Как бы не хуже еще, садики все-таки открывали новые, а со школами-то нет такого прогресса. Так и в садик-то, извини меня, если даже ты не сходил там по какой-то причине, там болел, не хотел, там еще была возможность с кем-то сидеть там как-то, то учиться-то должен каждый. И сейчас школы уже вынуждены переходить на три смены, хотя Путин у нас везде говорит, нет, должна быть одна смена. Так ну, надо реально подходить к вещам-то. Причем он говорит, он же там с обозначением конкретной даты, по-моему, говорил, когда... Что все на одну смену должны перейти? Да, на одну смену должны перейти. Если министерство в эту сторону не делает ни одного шага, и они не понимают, что нужно делать, и никого при этом не слушают, так они ничего не изменят. Если министерство здравоохранения много раз говорили об одном и том же, что вы открываете там новые, ну, строите новые дома, но при этом нет никаких ни больниц, ничего, и они находят какие-то варианты, они там заключают договор с собственником жилья, там на первом этаже какую-то площадь снимают, еще что-то. Так вы, ну, таким же манером вы посмотрите, как делают другие министерства. Ну, школу ведь на первом этаже не откроешь, это уже не разрешит никто. Нет, ну, это все понятно, но перед тем, как, например, строить, делать какую-то застройку, вы четко, ведь это все делается, ну, как сказать, в ручном режиме, и вы договариваетесь сразу с застройщиками, что мы тебе даем разрешение на таком-то условии, что ты должен сделать вот это, вот это и вот это. И у застройщика будет больше вариантов выкупа этого жилья, потому что, когда семья будет видеть, что здесь есть больница, садик, школа, так он быстрее купит здесь эту квартиру, чем он приедет, скажет, ау-у-у, а куда мои дети будут ходить? И все, и то есть... Нет, ну, как сказать, вот, например, вот, если коснуться даже выдачи этих земель многодетным семьям, вот, три огромных поля сейчас, и Сауловы, там, вот это, все, 4 километра до остановки, школ там никаких нет, дети учатся, ездят, учатся в город, 22 километра, это нормально. Вообще никаких условий, то есть выдать-то выдали, но вы разгребаете все сами, получается. Тем более, что называется, инфраструктуры нет никакой. Инфраструктуры нет никакой, да, и здесь с детскими садами. Вот выдали, ну, например, вот дом стоит, перед ним, ну, грубо говоря, у нас же раньше как садики-то строились, скучненько, то есть где-то там, ну, в одном микрорайоне там несколько садиков, а вокруг дома. Ну, район ЦУМа, например, сколько там, 4-5 садиков, расположенные в подлежности. Там всегда было большие дома, между ними в пространство, там несколько садиков. Да, ну, плюс к этому, настроили там, впихнули свечек всяких там, еще настроили кучу домов, куда детей-то, понятно, что надо бы в эти же садики, мест нет. Вот получается, что, например, если один ребенок, тоже страшно, тоже неудобно, когда отправляют там, живя, например, на филейке, тебя отправляют в Коминтерн там или там еще куда-то. Ну, то есть вообще, вообще просто это же утро, это и пробки там, и все остальное. А если, вот у нас есть даже многодетные семьи, трое детей дошкольного возраста, все трое детей в разные садики, в разных концах города. Говорю, вы что делаете-то? Это во сколько надо поднять детей, их развести вот так вот и успеть при этом на работу? Я говорю, это вообще каким местом... Это невозможно. Вот и получается... Если только с работодателем договариваться, что я к обету буду приходить, да, на рабочее место? Нет, ну вот садик... Опять надо скоро уходить и так же точно забирать из трех дочек. Да, да, и нет, и вот садик дают, вот, ну, в моем случае в 3,8, да, у нас по закону отпуск по уходу за ребенком до трех лет. А с трех лет до трех восьми я ребенка-то куда должна деть? Мне работодатель говорит, либо ты выходишь, либо до свидания. У нас никто никого не держит, но при этом у нас все взаимосвязано, и в этом же Министерстве соцразвития у нас одним из условий получения детского пособия является трудоустройство. То есть если ты не работаешь, ты не получишь пособие 202 рубля. То есть вот у нас все вот это взаимосвязано. Почему наши министерства вот просто не сядут вместе и не решат, что к чему вообще, кто от кого, чем зависит, и как вот это можно все решить в пользу людей? Не в пользу себя, а в пользу людей. Не, ну руководители всевозможных уровней говорят о том, что мы как-то вот пытаемся отладить систему, наладить взаимосвязь, чтобы единым как-то целым работать. Да ничего подобного, ничего подобного абсолютно, потому что те люди, которые вот очень жаль, либо они, не знаю, у них детей нет, никогда они ни в садике, ни в школу не ходили, или у них они никогда не болели. Почему они, какой они колокольни смотрят, они не могут себя поставить на место вот обычного трудяги? Они не, вот, ну ладно, я там, я хожу на каждом углу, кричу, но много же у нас организаций каких-то таких, которые дают дельные советы, к которым можно прислушаться, и никто никого не слушает. Они даже между собой не могут решить какие-то вопросы, и приходится быть каким-то промежуточным связующим звеном, чтобы сказать, если ты сделаешь, вот ты там, министерство, например, соцразвития, сделаешь вот это, то министерство образования может сделать вот так-то, а вместе вы можете сделать вот это-то. Почему они сами-то до этого не могут дойти? Они же такие же родители, они же живут здесь же, в этом же Кирове. Ну, потому что вот те самые бюрократические подходы превыше. Ну, превыше, не превыше, но приходится внедряться в эти бюрократические процессы, и тем не менее как-то двигать эту ситуацию. У каждого ведомства своя отчетность, там, своя форма в том числе, и другого ведомства иначе, и так далее. В том числе, вот до маразма доходит, вот сейчас сделало министерство образования на компенсацию за детский сад, заявление, ну, раньше все получали компенсацию, сейчас те, кто имеет доход менее полутора прожиточных минимумов, сделали заявление, я им, значит, разговариваю с главным специалистом, говорю, а как вы в этом заявлении делаете заявительный характер, состав семьи заявительный характер? Я говорю, я напишу, я мама, и из своих четверых детей напишу двоих. А папу я вообще не укажу, а у меня папа 250 тысяч зарабатывает. Она говорит, ну, вы знаете, у нас федеральный закон не позволяет нам брать справки ЖКО. Мы соцзащиты, какой федеральный закон? Нет такого федерального закона. То есть, ну, вот в таких мелочах. В общем, уровень компетенции, как говорится. Да, то есть, вот получается, что сделали это заявление, но я не люблю писать от руки, я предпочитаю все, что у меня было в электронном виде, тем более, что я все потом эти заявления выкладываю в себя в группе для образца, чтобы люди не бегали, вот это все не собирали, я все, что у меня есть, я выкладываю там. Значит, все запомнила, принесла в садик. Мне вернули это заявление, написали, нужно писать от руки. Я говорю, это вообще... 21 век. Да, вот до маразма просто доходит. Мне вот понравилось, вот вчера читала форумы, как раз одна мамочка написала в Кировчанке. У нас каждый год, видимо, надеются, что то зима не наступит, то дети сразу родятся и на платное в ВУЗ пойдут, минуя муниципальные организации. Вот этим все сказано, все отношение людей к нашей власти, вот этим все сказано. Анекдот, конечно, но это... Грустный анекдот. Это грустный анекдот. Да, реклама у нас сейчас будет небольшая, затем будем уже выходить на финишную прямую. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Родительский совет, я бы сказал, у нас такая программа, сейчас, да, не мужской понедельник. Да, за микрофоном было, менялись личным опытом. Алена Чеснокова у нас в гостях, представитель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, эксперт Российского народного фронта. Вот, Алена, на уровне эксперта, в роли эксперта у вас есть возможность как-то влиять все-таки сейчас на то, чтобы ситуация-то менялась в лучшую сторону? Ну вот, мы встречаемся. Какими механизмами обладаете? Вы вообще человек в городе очень известный в этом отношении. Вы недавно сказали, хожу, кричу на каждом углу. Да, но все-таки надо, надо, чтобы этим кто-то занимался, безусловно. И еще, вот, как бы, в эту же, наверное, сторону такой вопроса, вот, что, по-вашему, нужно сделать, что можно сделать для того, чтобы вот таких вот, идиотизма такого не происходило? Прежде всего, нужно увеличивать площади этих детских домов, детских садов, строить новые детские садики. Если нет возможности в государственных, в этих, попасть в государственную, пусть наше дорогое руководство как-то... У нас очень много открылось частных детских садиков. А, кстати, вот, по вашей оценке, этот рынок насколько велик, вот этих частных детских садов? Ну, у нас, я так вот просто слышу, я сама, конечно, с этим не сталкивалась, для меня это дорогой достаточно вопрос. Ну, сейчас порядка минимум 10 тысяч, 10-11 тысяч рублей минимум. Да, но у нас есть, например, даже вот многодетные мамы открывают детские сады, делают льготные цены для своих, что называется. Да, но тогда, если государство не может предоставить место в государственном садике, пусть оно как-то компенсирует, значит, оплату этого частного детского сада. Потому что вот у нас только в Кирове, больше нигде в районах этого нету, у нас за непредоставление места в детском саду выплачивают компенсацию 2,5 тысячи рублей минус 13%, то есть люди на руки получают 2,175. Но выплачивают только малообеспеченным семьям, чтобы оба родителя жили в Кирове, оба родителя были трудоустроены, и только до 3 лет. Так в 3-то года нам не дают места, так вы почему как-то однобоко к этому подходите? Это же все, вот опять же, все упирается в наше руководство. То есть, если вы не можете сами справиться с этой ситуацией, есть люди, которые открывают частные сады, договаривайтесь с ними на каких-то условиях, может быть, вы там найдете директора этого частного садика, предоставите безвозмездное пользование какое-то помещение, она вам там все сделает, но за это она там возьмет такое-то количество детей. Вариантов же, ну, надо сидеть вот этой вот и просто думать, головой, а если сидеть и разводить руками, ну вот где я вам возьму, так вы делаете что-то для того, чтобы эти места появились? Строить новые детские сады, вы сказали, конечно, не делая, но вот скептики скажут, что да, ой, скоро уменьшится количество рождаемых, рождающихся, и мы тоже будем как в 90-е годы искать эти садики. Нет, очень хорошо, значит, дети пойдут в полтора года в садик. Дети просто раньше пойдут в садик. Дети пойдут раньше в садик, причем в три года, вот по моему мнению, в три года идти поздно в детский сад. Ребенку нужно идти в сад где-то года в два, в полтора, потому что ему там уже нужно начинать, ему нужно общение, он начинает узнавать что-то новое, он быстрее адаптируется к этому, он быстрее учится. А у нас же сейчас, в принципе, родители, особенно те, у кого там по одному ребенку, ребенок ведь сказал первое слово «мама», и его потащили в какую-нибудь развивающую там школу. Я говорю, господи, да вы дайте ему там в игрушки поиграть, успеет он еще научиться. То есть дети к первому классу, они уже ненавидят эту учебу, они уже смотреть на нее не могут, они уже не хотят, они уже устали. А к средней школе у них уже просто отторжение идет школа. Алена, вот смотрите, с той системой, когда вот якобы мест нет, а потом, когда компания заканчивается, оказывается, что все, ну не все, но большинство худо-бедно по месту жительства как-то распихались, обменялись, придумали что-то. Вот с этой-то частью что нужно сделать, чтобы вот лишних нервов не задавать родителям? Прежде всего, я еще раз говорю, что мы пишем в заявлении желаемый детский сад. Я не знаю, меня же к этой программе, например, не допускают, что они видят вот в этой вот программе. Должно быть, например, в 20-й детский сад подано столько-то заявлений, в 21-й сад подано столько-то заявлений. Конечно, да, например, если я знаю, что вот этот садик хороший, а вот в этом вот там дерут в три шкуры, и я туда, даже если он мне по месту жительства, я туда не хочу идти, а рядом есть какой-то другой садик. Должно быть, вот что, в 20-й садик, там Иванов, Петров, Сидоров, они живут по прописке вот там-то, вот там-то, вот там-то. Но ведь прописка у ребенка, она не значит, что он живет по прописке. Он может быть прописан здесь, а проживает в другом месте. То есть следующий столбик, например, там, где он реально проживает. И ты уже вот из этого-то списка и смотришь, что первоначально ты даешь по желанию, что вот у тебя вот этот детский сад, потом ты смотришь на прописку, и потом ты смотришь, вот где этот ребенок реально проживает. А такое впечатление, что у нас вообще на эту информацию никто не смотрит. То есть, возможно, она просто в программу-то и не заносится. Не знаю, нет, ну когда мы заполняем заявление, это пишется. А потом это куда-то, видимо, исчезает. Что это отображается у них, я не знаю. То есть, вот такое впечатление, что на это просто никто не обращает внимания. И, собственно, исправив бы этот момент, многое бы удалось решить, да? Да, конечно. Ведь не все дети хотят идти по месту жительства, по прописке в смысле. Не все дети хотят идти вот в определенный садик. Может быть, ну, скажем, мама, вот живут они вот там в таком-то районе, а бабушка живет совсем в другом районе. А мама работает, например, до девяти вечера, и ребенка будет забирать бабушка. Бабушка не поедет там на эту, на Красную горку, скажем, живет там в Октябрьском рынке. Она, конечно, поедет, куда она денется, но это будет крайне неудобно. Это будет так неудобно, конечно. А тут, может, ну, всякие ведь ситуации бывают. То есть, все нужно рассматривать. И первоочередное нужно рассматривать желание семьи. Ведь не просто так мы пишем этот номер детского сада. Куда эта информация уходит, не знаю. В советское это время, Николай? В советское время этого садика вообще проблем не было. Честно говорю, я не помню этих проблем. У меня в советское время трое родились. И все трое совершенно спокойно были устроены в детские садики. Без нервов, без шума. Такие выходили в советское время в садики. И все удобно недалеко от дома. А другое дело, что да, кому-то говорилось, что там садик лучше, там у них вот то-то есть, то-то есть. Ну, господи, ну, зато здесь рядышком. Там котлетки побольше. По крайней мере, да. Ну, ведомственные сада предпочитались. Но так как я был всегда такой служащий неведомственной, поэтому нормально в муниципальных садах. Нет, сейчас ведь у нас не на котлетки смотрят, а на воспитателей. Поэтому, да, идут на воспитателя. Идут даже не там ради чего-то, что он там супермодный, суперклассный. Идут на человека. На том же форуме-то как раз-то люди чаще всего и обсуждаются сами. Заведующие детских садов и так далее. Может быть, не знаю, широкое обсуждение вы планируете в ближайшее время этой проблемы? Устроить на площадке ВНФ или на какой-то другой? Ну, вот мы все это задали, да. А сейчас уже мы ждем отклика от администрации. То есть, как общероссийский на аэрофронт какие-то предложения внес по этому поводу, да? Да, да. То есть, сейчас вот как бы идет процесс ожидания. Сейчас мы ждем, когда они на это отреагируют. И что они смогут отреагировать, на что они готовы, точнее. Мы им всегда, пожалуйста, поможем с точки зрения человека снизу, человеку, сидя в кабинете. Порошедшего, собственно, через всю эту систему, да? И заполняя все эти заявления и так далее. Кстати, у вас единомышленников-то вообще много? Или вы все так вот одна-одна как-то пытаетесь разобраться с этими проблемами? Ну, так как я прохожу это все сама, я пытаюсь продвинуть это на своем личном опыте и делюсь с другими людьми, которые этим пользуются. Ведь не все могут, ну, как сказать, показать свой голос. Кто-то боится у кого-то административный ресурс, у кого-то что-то. А я говорю, а вы считаете, что я дурочка с переулочкой, мне ничего не будет. Наверное, нюанс еще вот какой есть. Когда, пройдя через эти мутарства, ребенок попадает в тот садик, в который хотелось бы изначально, и вроде как-то вот успокаиваются родители, да? Есть такая... У многих, да. Успокоившись. У многих, да. Прошли сквозь эти испытания, все. Забыли, как страшный сон, сейчас все хорошо. Я не понимаю, что они, родя следующего ребенка, они еще столкнутся еще с большим каким-нибудь, еще что-нибудь придумают. Это в том плане, если они планируют следующего, а чаще всего, вы узнаете, сейчас уже эта волна немножко прошла насчет того многодетности. Все поняли, с чем сталкиваются. Никогда не стоит зарекаться, потому что я тоже всегда считала, что у меня будет один ребенок, а вот так получилось. А вот так получилось. Ой, а их уже четверо, да? Ну, господи, вспомнить историю нашего государства. Многодетность же она была всегда. Естественным явлением, да, и цивилизация как-то в этом плане. Так многодетным-то проще, я вам секрет открою, проще, чем с одним ребенком. Помогают, да, уже подрастая и так далее, и так далее. Уже опыт есть. Я вот говорю, вот, судя по анекдоту, первому все кипяте, второму споласкиваем под водичкой. А третьему поел из миски собаки. Это проблема собаки. Ну, вот это из той же серии. Я так подозреваю, что мы еще неоднократно будем говорить об этой проблеме. Честно говоря, хотелось бы реже, чтобы как-то это решало все. Хотелось бы сказать, ой, спасибо, наша дорогая администрация, мы все попали, куда мы хотим. Представьте, вот в следующем году прошла эта кампания, и вдруг оказывается нам не о чем говорить. Да, вот это было бы идеально. Просто бы сели поаплодировали. Сели поговорили, сколько устроено, как и что на самом деле. Вот отрапортовали в Москву, что все устроены. Это правда, да? Да. Итак, итоги нашего опроса. Записать ребенка в детский сад в Кирове без неров и очередей можно-нельзя. Вы знаете, уже проголосовали несколько человек за вариант «возможно» 12%. Возможно, вы их убедили. И что это все-таки можно, несмотря на 300 шансов. Был ноль, напомню, в начале часа. Так ведь записать и получить место, это немножко разные вещи. На странице ВКонтакте все без изменений. Невозможно, ровно половина проголосовали. Спасибо, Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей нашего региона «Эксперт ОНФ». Мы на этом сегодняшний мужской понедельник завершаем. Ровно через 20 минут слушайте программу «Особое мнение». Гость студии сегодня лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»